МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Быть или не быть кинотеатру САМПА"? -"Какой резонанс вызовет общественной попыткой даже снос этого знания?" -"Стоит ли сохранять здание кинотеатра"? Об этом сегодня наш интерактивный опрос. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Мороз и солнце". -"Сложные дорожно-транспортные условия в Петрозаводске сохранятся, скорее всего, до конца месяца. -"Уж замуж не потерпёшь". -"А замуж тебе хочется?" -"У меня есть один, но он не хочет". На свадебной выставке в Петрозаводске было всё, кроме женихов. Здравствуйте. Новости на телеканале НЕКОПЛЮС в студии Ольга Пименкова. Включить кинотеатр САМПА в список объектов культурного наследия. Инициативная группа горожан во главе с бывшими депутатами законодательного собрания направила такое обращение на имя министра культуры Карелии Елены Богданов. А сегодня они провели пресс-конференцию. Некогда яркий образец пролетарской классики, а ныне отключённый от всех коммуникаций и оставленный умирать кинотеатр САМПА. Казалось бы, все уже давным-давно о нём забыли. Но есть в Петрозаводске группа людей, которые ещё не готовы подписать САМПА смертный приговор. Меньше чем за неделю бывшие депутаты, теперь общественники, собрали более двух тысяч подписей петрозаводчан, ратуя за сохранение здания кинотеатра САМПА. Они против строительства на месте полуразрушенного здания многоэтажного жилого дома. А между тем, проект жилья уже давно готов. Его автор может снести САМПА в любой момент. Какой резонанс вызовет вообще общественная попытка даже сноса этого здания? Пусть попробуют. Я посмотрю, сколько людей выйдет на улицу и перед бульдозером станет. Я уверен, что сотня, две наберутся, будут стоять и ночевать, чтобы не сносили. Я лично приду. Общественные деятели предлагают реконструировать здание кинотеатра, несмотря на то, что проведенная экспертиза показала, что несущие стены уже сгнили. Да и сама реконструкция властям невыгодна и будет стоить дороже строительства нового кинотеатра. Не подумали бывшие народные избранники, а ныне народные активисты, и о том, согласится ли коммерсант, купивший здание три года назад, возвращать его городу. Построить такое здание – это не одна сотня миллионов рублей. Я думаю, что гораздо меньше, чем потратить деньги на реконструкцию. Не воспользовавшись в свое время методами депутатских запросов, общественники теперь обратились в Минкульт с просьбой включить здание в список объектов культурного наследия и обязать его реставрировать. На худой конец они согласны на то, чтобы оставить просто фасад здания, а внутри организовать, к примеру, военный музей. Автору передачи «Культурном наследии нашего города» Александру Лычагину не раз приходилось бывать на градостроительных советах. Он изучил историю кинотеатра «Сампа» от советских времен до наших дней. Здесь, конечно, можно было бы порадоваться за такую активность наших экс-депутатов, которые так рьяно встали на защиту неофициального памятника архитектуры, если бы не такие большие сроки давности. Потому что с момента, когда Петросовет официально объявил о продаже кинотеатра со всеми земельными участками, прошло уже три года, а в 2010-м кинотеатр ушел с молотка. И тогда никто, ни один из них, не вступился за это историческое здание. Несогласные с тем, что их поезд ушел, организаторы пресс-конференции продолжают собирать подписи и настаивают на проведении в самое ближайшее время публичных слушаний. Анастасия Мячин, Евгений Евдокимов, телеканал «Никоплюс». Сегодня мы спрашиваем вас, а надо ли спасать кинотеатр «Сампа». Если вы считаете, что сохранить памятник архитектуры, конечно же, надо, звоните по телефону 599-131. Если думаете, что уже слишком поздно и здание не спасти, набирайте 599-132. Если, по вашему мнению, построить жилой дом на этом месте лучшее из решений, ваш номер 599-133. Звоните, голосуйте. Звонки со всех телефонов бесплатны. Итоги подведем в конце выпуска. С 1 апреля в России увеличены пенсии. Это уже вторая индексация за год. В Карелии расчеты по всем пенсиям выполнены и направлены в почтовое отделение. С 1 апреля трудовые пенсии проиндексированы на 3,4%, социальные – на 14%. Произведена индексация всего размера пенсии, поэтому прибавку каждый пенсионер может рассчитать сам. К примеру, до 1 апреля ваша трудовая пенсия составляла 8 тысяч рублей. Их необходимо разделить на 100 и умножить на 3,4. Получается, с апреля прибавка составила почти 270 рублей. Таким же образом можно рассчитать и прибавку к социальной пенсии. Они увеличились на 14%. Средний размер социальной пенсии теперь составляет 6,5 тысяч рублей. Он выше прожиточного минимума. Кроме того, как сообщила Наталья Вартанова, была увеличена и ежемесячная денежная выплата. Такие выплаты получают так называемые федеральные льготники. С страшного дня те, кто по графику получает у нас пенсии, начнут уже получать с новой индексации и пенсии, и социальные пенсии, и ежемесячные денежные выплаты. Сегодня поздравление принимает Владимир Бибилов, генеральному директору Кандапожского ЦБК-60. И больше 30 лет он посвятил градообразующему предприятию. Сегодня во многом благодаря этому человеку комбинат работает, а город живет. Владимир Бибилов работал на ЦБК инженером-механиком, главным инженером, и уже потом возглавил предприятие. Владимир Михайлович знает предприятие, что называется, изнутри. Благодаря этому Бибилов и его слаженная команда профессионалов вывели его из кризиса. Кундапогу неслучайно называют городом бумажников. Здесь живут люди, которые производят одну из самых качественных бумаг в мире. 80% продукции идет на экспорт. Кандапожскую бумагу отправляют в Англию, Францию, Африку, Индию и Латинскую Америку. Некоторые развитые страны, например, Финляндия, сами производят бумагу, но закупают ее в Кондапоге. А это уже говорит о многом. Руководитель предприятия Владимир Бибилов огромное внимание уделяет тому, чтобы предприятие не стояло на месте. Не так давно на комбинате заработала новая ТЭЦ. Для предприятия и самой Кондапоги это настоящий прорыв. Шаг вперед, который позволит сэкономить на тепловой и электроэнергии. Значительно облегчит труд работников комбината. Не стоит забывать, что Кандапожский ЦБК отапливает еще и значительную часть города бумажников. И новая ТЭЦ без преувеличения гарант стабильности. Генеральный директор Кондапожского ЦБК и его коллеги не могут не думать о социальных обязательствах предприятия. Без преувеличения можно сказать, все социально значимые объекты в Кондапоге построены благодаря ЦБК. Раньше на их содержание тратилось гораздо больше денег, нежели сегодня. Расходы сократили в несколько раз. Руководство предприятия этого не скрывает. И все же город живет. Его гордость – медицинский центр, поликлиника и профилакторий, дворец спорта. Сюда приезжают потренироваться, просто покататься на коньках изо всех городов Карелии. Многие спешат в Кондапогу, чтобы побывать во дворце искусств. Его отреставрировали благодаря Кондапожскому ЦБК и открыли в 2000 году. Теперь сюда не стыдно приглашать звезд мировой величины. В городе Бумажников строят не только дворцы спорта или искусств. Здесь возводят жилые дома. Этот жилой дом строится в основном для работников предприятия. Поищите, где еще, так заботятся о молодых специалистах. Девятиэтажку в Кондапоге уже окрестили домом для молодежи. Это тоже гордость предприятия. Ход работ лично контролирует генеральный директор Владимир Бибилов. В планах руководства Кондапожского ЦБК строительство еще как минимум пяти домов. Это уже прописано в специальной жилищной программе на ближайшие годы. Таким образом, Кондапога живет во многом благодаря людям, которым не все равно, что будет с городом Бумажников завтра. Вот теперь и днем, за морской ночью делают улицы Петрозаводска смертельно опасными. В субботу вечером на улице Лыжной водитель грузового автомобиля «Вольво» совершил наезд на пешехода, как сообщили в ГИБДД. Женщина неожиданно вышла на проезжую часть, и водитель не успел затормозить. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. В субботу же ДТП произошло и на Карельском проспекте. На сайт ДТП Петрозаводска очевидец выложил видео с участием грузового микроавтобуса «Фиат». Видимо, из-за наледи на дорожном покрытии водитель не справился с управлением. Машину занесло и выкинуло на левую по ходу движения обочину. Вылетев за пределы дороги, микроавтобус перевернулся. К счастью, ни водитель, ни проезжавший мимо машины, не пострадали. Сложные дорожно-транспортные условия, скорее всего, сохранятся в Петрозаводске в течение всего месяца. По прогнозам синоптиков, заморски по ночам продлятся до последних чисел апреля. Сейчас на нашем канале реклама, во время которой участвуете в нашем интерактивном голосовании. Группа общественников, напомню, группа общественников во главе с бывшими депутатами законодательного собрания ратуют за сохранение здания кинотеатра «Сампа». И мы спрашиваем у вас, а нужно ли сохранять это здание? Голосуйте. А сразу же после рекламы расскажем, как пожениться по-модному. Не переключайтесь. Современный жилой комплекс бизнес-класса «Созвездие». Новые архитектурные идеи и функциональные планировочные решения. Первая линия набережной Варкууса с великолепным видом на Онежское озеро. Строинвест КСМ. Будущее строится сейчас. Центр снижения веса «Доктор Барменталь» проводит запись в группу на 9 апреля. Мы предлагаем весеннюю скидку 15%. Звоните прямо сейчас по телефону 63-5005. «Доктор Барменталь. Похудение без запретов». Скоро открытие. Не ловиться. Живи полной жизнью. Орган. Голос. Популярные произведения для голоса и органа. 20 апреля в 19 часов. Большой концертный зал консерватории. Мы заботимся о вашей семье. В универсамах «Семья». Филе форели «Русское море». 300 грамм. Всего 179,90. Добро пожаловать в семью. Отель «Карелия». Конференц обслуживания любого уровня под ключ. Бизнес и сервис-центры. Бар и ресторан. Отель «Карелия». Весь комплекс услуг для проведения деловых мероприятий. С 20 марта по 20 апреля скидки на все до 25%, включая велосипеды из Германии. Профессиональный спортивный магазин «Экип-центр» «Антикайнина-34». Благополучие семьи зависит от здоровья женщины. Многие заболевания мы зарабатываем себе сами. Сверхточная оптика и лазерные технологии сохранят ваше здоровье на долгие годы. Фрау-клиник. Лиза Чайкиной, 5. Вы смотрите новости. Мы продолжаем. Букет, который весит около полутора килограммов, удержать в руках сможет не всякая невеста. Но попытаться сделать это стоит, если хочется, чтобы свадьба запомнилась надолго и не выглядела старомодной. Все, что нужно во время бракосочетания, собрали в одном месте у строителей свадебной выставки. Элона Румянцева нашла там тех, кто не прочь выйти замуж. Только вот потенциальных женихов не было. Татьяна уже опытная модель, но демонстрировать свадебный наряд ей довелось впервые. Как настоящие девушки на выдане, они уже знают, что наденут. Хотя женихов еще надо поискать. На самом деле мечта. Делает пышное, когда я буду ходить замуж, чтобы обязательно было пышное. Пышное. На самом деле девушки не только приходят в модельное агентство для того, чтобы найти себе молодого человека. Девушка там занимается. Она для себя это. Она себя развивает. Учатся правильно ходить. Макияжа там. Зато юные участницы праздника радуются самим платьем и не волнуются насчет женихов, которым еще предстоит локти кусать, что по молодости не обратили внимания на такую красоту. Тебе удобно в этом платье? Да. Оно красивое? Да. А замуж тебе хочется? Нет. У меня есть один, но он не хочет. Мама одной из участниц теперь жалеет, что 11 лет назад, когда она вышла замуж, таких аксессуаров в Петрозаводске еще не было. Нет. Сейчас, конечно, гораздо больше красивых вещей, гораздо больше вариантов, может быть, обстановок, дизайна. Обстановка играет большую роль. Там, где невеста чувствует себя красивой. И для Марии, и для самого модного свадебного фотографа Алексея Гайдина, которого хочет заполучить к себе на торжество каждая пара, главное на свадьбе – настроение и искренность. Алексей отказывает многим не потому, что времени нет, но если видеть, что паре важнее зарегистрироваться, а не создать семью. Мои постоянные клиенты, они сами из Питера свадьбу играли здесь, в оранжевом костюме был жених, очень яркий. На годовщину свадьбы они приволокли поросенка на поводке. Мы по городу разгуливали с этой радостью. И на годовщину свадьбы родителей, на 25 лет, на серебряную свадьбу, они подарили им фотосессию. Мама с папой, они «эй», то есть мы, в общем, три часа за ними с устанутыми языками бегали. Раньше мы о таких букетах невесты и мечтать не мечтали. Но замуж все-таки как-то выходили, некоторые даже не по одному разу. И на свадьбе, конечно, мечтали совсем о другом, чтобы у жених путь не попался. И хотя много килограммовых украшений на наших букетах не было, всем новостейщикам повезло – разводов у нас нет. И только дети один за другим появляются в нашей дружной семье Ники. Илона Румянцева, Александр Борисов. Кстати, он пока не женат. Телеканал «Ника плюс». Ну и пришло время подвести итоги нашего интерактивного голосования. Напомню, группа инициативных горожан во главе с бывшими депутатами законодательного собрания ратуют за сохранение здания кинотеатра «Сампа». И сегодня мы спрашивали вас, а нужно ли сохранять это здание. Ну, как видите, большая часть наших зрителей голосует за сохранение исторического облика Петрозаводска. Правда, много и тех, кто считает, что поздно спохватились. Конечно, сохранять памятники архитектуры – это дело благородное. Но здание кинотеатра «Сампа» разрушалось много лет на глазах бывших депутатов законодательного собрания. И тогда, облеченные властью, они почему-то не замечали этого. Что сейчас подвигло бывших народных избранников встать на защиту памятника? Решайте сами. О новости на сегодня все вас еще ждет. Информация от Центра коррекции веса доктор Барменталь. Его сотрудники предлагают подготовиться к сезону бикини с 15-процентной скидкой. А я с вами прощаюсь. В студии работала Ольга Пименкова. Всего доброго и только хороших новостей. Килограммы приходят незаметно. Роды, размеренная семейная жизнь. И вот уже от стройной девушки нет и следа. Ирина почувствовала это на себе. Еще два года назад она весила 90 килограммов. Я себя в какой-то момент словила на том, что на родительском собрании, когда ребенку предложили поучаствовать в играх, папа, мама и я спортивная семья, я поняла, что я там участвовать не буду, не могу ребенка подвести. Ни диеты, ни гипноз, ни другие методы, о которых рассказывают друг другу толстушки на женских сайтах, не помогали. Это и есть самое распространенное заблуждение, говорят специалисты центра. Многие считают, что сбросить лишние килограммы так же легко, как и набрать. Когда у вас есть какие-то сложности, вы обращаетесь к специалистам. Вы с поломанной машиной едете в автосервис. Если у вас болит зуб, вы обращаетесь к стоматологу. Но вокруг лишних килограммов много мифов, вокруг похудения, снижения веса. Очень много мифов, которые иногда бывает сложно развеять. Но мы этим обязательно занимаемся. И именно поэтому мы предлагаем вам нашу поддержку и нашу помощь в этом процессе. Потому что мы знаем самую короткую дорогу к вашей стройности. Ирина в первый же месяц занятий в центре Барменталь сбросила 6 килограммов. Потом незаметно ушли все лишние 40. При том, что это было на самом деле просто, признается женщина. С тем, когда я была сыта. То есть мне не надо было голодать. Я знала, что я 5-6 раз в день поем. Поем от души то, что люблю. Новая группа центра снижения веса «Доктор Барменталь» начинает работу 9 апреля. Записаться в нее можно уже сейчас по телефону 63-50-05 или в офисе по адресу Суаярская-1. В центре Барменталь действует весенняя 15-процентная скидка. Также можно похудеть в кредит. Переплата всего 1%. Выставка продажа «Православный мир». Церковная утварь, иконы, ювелирные украшения и сувениры. Скидки на все выставочные изделия. «Алмаз Холдинг», Петрозаводск, Ленина, 38. Карелым Пекс. Виртуозы кузовного ремонта. Собираешься строить баню? Пляши от печки, печи чугунные и сварные, а также дымоходы, отопители, мангалы и коптильни. В магазине «Петрозаводск Маш». Мужская классика в центре города. Новый отдел классической мужской одежды в магазине «Инком» на Ленина 37. Подарок каждому покупателю. Ммм, такие сочные и такие воздушные. Вот так. Маленькие вкусняшки на сладкое. Лотос Гурман, Варкауса 11. Нежность, спокойствие, страсть, тишина. Бастет в гармонии с тобой. Чудесный источник, который наполнит силами и подарит истинную чистоту. Карелия Аква. Новая питьевая вода. Японский бензоинструмент «Эхо». Надежность, экономичность, простота. Качество номер один в мире. Илья Авербух представляет. Любимые фигуристы. Истинные чемпионы. В новом ледовом шоу «Профессионалы». В шансе. Весенний отрыв. Головокружительная распродажа. Полноценная газовая плита Грета всего за 4,990. Клиника Людмилы Власовой. 17 лет на рынке косметологии. Широкий спектр процедур с использованием лазерной технологии «Квантум». Лечение дерматологических и сосудистых заболеваний кожи. Эпиляция волос, удаление новообразований. Косметологическая клиника Людмилы Власовой. Хайлайф. Все лучшее для мужчин. Автомобили, яхты, развлечения. Программы от «Плейбой» и «Пентхаус». Телевидение высокой четкости HD в кабельной сети компании «Ника». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин